Команды Ленинградского окружного дома офицеров Игроки, команды, все участники Великой Отечественной войны Вот так начался бы репортаж о первом матче команды Ленинградского дома офицеров В первом чемпионате Советского Союза В 1945 году, вскоре после окончания Великой Отечественной войны Председатель Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту Николай Романов Произнес фразу, которая дала старт развитию совершенно новой для нас игры Надо немедленно ставить на русские рельсы этот канадский хоккей Сказано, сделано А уже в 1946 году эстафету по развитию совершенно нового вида хоккея Принял Ленинград Причем город на Неве цоявил сразу две команды для участия в первом чемпионате Советского Союза Одна из которых впоследствии станет называться СКА Ленинград Первый матч самого первого чемпионата Советского Союза по хоккею с шайбой Планировалось провести во второй декаде декабря 1946 года Начальник дома Красной армии Николай Семенович Лазарев поручил это сделать руководителю спортивного клуба Александру Иссурину Также был привлечен один из самых известных в то время игроков, правда в хоккей с мячом, майор Понугаев Выписка из личного дела Понугаева Владимира Гавриловича Родился 28 июля 1910 года в Санкт-Петербурге Закончил 7 классов ленинградской школы С 1932 по 1934 год проходил срочную службу в рядах Красной армии После службы до 1938 года учился в Институте физической культуры имени Лесговта До начала войны работал преподавателем физкультуры в Технологическом институте имени Молотова В 1942 году был призван на военную службу из запаса Дзержинским райвоенкоматом Где проходил службу инструктором по физподготовке В блокадном городе, где не хватало хлеба жителям и люди умирали на улицах каждый день Владимир Понугаев готовил новоиспеченных солдат Красной армии Как поднять уровень физической подготовки у тех, кто не получал достаточного питания И у кого элементарно не хватало сил просто передвигаться по городу А ведь в окопах Ленинградского фронта нужны были полноценные бойцы 11 июля 1946 года выходит приказ о преобразовании военного факультета физкультуры В самостоятельный институт с переводом Ленинград Место дислокации до сих пор находится в здании казарм бывшего лейбгвардии Московского полка Сейчас это Большой Самсоневский проспект, дом 63 Одним из почетных ветеранов ВИФКа является майор Владимир Понугаев В наше время человека, который занимается комплектованием команды, называют спортивным директором Так вот, Владимир Понугаев фактически стал первым спортивным директором хоккейного клуба СКА Выписка из личного дела Дмитриева, Геннадия Михайлович Родился в 1915 году в Петрограде на Малой Охте Образование среднее, беспартийное На фронт записался добровольцем в сентябре 1941 года Воинское звание сержанта Медаль за боевые заслуги нашла его в 36-й запасной стрелковой бригаде За два эпизода 2 декабря 1941 и 22 января 1942 года Причем из наградного листа мы узнаем, что он был добровольцем Он добровольно вступил в Ленинградскую армию народного ополчения И он начинает служить в 7-й ленинградской дивизии народного ополчения Потом она была преобразована, естественно, в обычную дивизию Это была 56-я стрелковая дивизия 2-го формирования Практически сразу Геннадий Дмитриев принял участие в боевых действиях недалеко от Уриска Сейчас это район Лигово в Санкт-Петербурге Вот тут 2 декабря 1941 года будущий играющий тренер первой команды СКА Получив ранение, не покинул поле боя И заменив убитого командира взвода Отстоял рубеж от наступающих, превосходящих сил противника Через два месяца Геннадий Михайлович снова в строю На этот раз бой вблизи населенного пункта Красный Бор в Ленинградской области Во время этого боя Дмитриев получает тяжелое ранение И в бессознательном состоянии с контузией головы попадает в госпиталь Этим ранением боевой путь хоккеиста-тренера, забившего первую шайбу в истории хоккейного клуба СКА, не заканчивается 10 ноября 1945 года в звании сержанта он демобилизовался и вернулся в родной Ленинград Чтобы начать другую историю Историю ленинградского хоккея В 1945 году на груди у настоящих фронтовиков было очень немного наград Одна-две медали за оборону или за взятие Как правило, потом добавлялась медаль за победу от Германии Ну и может быть одна-две медали за конкретные подвиги Может быть там Орден Славы или Орден Красной Звезды И это было уже много, вот такой набор Выписка из личного дела Аракчеева Николая Григорьевича Родился в 1921 году в Ленинграде Член ВЛКСМ В рядах Красной Армии с 1940 года Призван Октябрьским райвоенкоматом города Ленинграда Воинское звание Красноармеец Сложно себе представить, что еще пару лет назад Человек, занявший место в воротах первой армейской команды города на Неве Сражался на фронте, проявляя стойкость и храбрость в бою По имеющимся данным, был награжден медалью за отвагу 17 декабря 1941 года Это, во-первых, само по себе очень раннее награждение Потому что в 1941 году награждали очень скудно И медаль за отвагу 1941 года Она эквивалентна Ордену Славы 1944 или 1945 года Из обстоятельств известно, что он служил в 142-м танковом полку 142-й танковой бригады Южного фронта Эта бригада участвовала в боевых действиях в сентябре 1941 года на Днепре Но, вероятно, он был пулеметчиком на Т-34 или на КВ Но не радийном варианте Потому что, если бы там было ради, он назывался бы стрелок-радист Эта бригада интересна тем, что она, за отличие своей, уже в январе 1942 года Была преобразована в 5-ю гвардейскую танковую бригаду Одна из первых гвардейских танковых бригад Красной Армии И потом прошла всю оставшуюся войну, закончив ее на территории Чехословакии В 1941 году, во время ожесточенных боев с 19 по 23 ноября В районе сел Болдыревка и Дарьевка, это в Ростовской области В составе своего экипажа подбил два танка Уничтожил два станковых пулемета Два противотанковых орудия и взвод пехоты Как тут не вспомнить знаменитые слова Анатолия Тарасова Забросившего в первой игре первую шайбу в ворота Николая Аракчеева Вороту как родину защищай, Харламов Эти слова очень точно подходят первому вратарю ленинградских армейцев Который защищал родину, а потом ворота первой хоккейной команды СКА Поменяв пулемет на вратарскую клюшку Я знаю никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны В том, что они, кто старше, кто моложе Остались там И не о том же речь Что я их мог, но не сумел сберечь Речь не о том Но все же, все же, все же Эти строки Александра Твардовского Хорошо описывают чувства людей Которые на поле боя с медицинской сумкой на плече Боролись за каждую жизнь, рискуя своей собственной В первой хоккейной команде таких было двое Выписка из личного дела Баскакова Азария Александровича Родился в 1922 году в городе Боровичи Новгородской области Образование 9 классов Беспартийный В рядах Красной Армии с 1941 года До войны играл в местной команде по русскому хоккею В годы войны санитарный инструктор Выполнял обязанности командира санитарного отделения То есть он руководил санитарами и санитарами-носильщиками В основном были мужчины, потому что нужно было выносить с поля боя раненых Нужен быть сильный мужчина, спортивный, не старый Именно такой здоровый молодой мужчина Потому что санитарный инструктор, он санитаров обучал своих Собрал всех в одно гнездо, в самое безопасное место И там оказывали уже помощь Сейчас даже трудно себе представить, что во время боя Когда с двух сторон летят пули, снаряды, мины Старшина Азарий Баскаков оказывал медицинскую помощь бойцам Красной Армии Защитникам Ленинграда В наградном листе написано Несмотря на огонь противника, Образцову оказывал первую медицинскую помощь И доставлял раненых с поля боя в боевой медицинский пункт Будучи сам ранен, Баскаков вынес с поля боя тяжелораненого сержанта Ершова И только после этого был эвакуирован в госпиталь Азарий Александрович Баскаков совершил свой подвиг 17 ноября 1941 года В составе 168-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта Это была дивизия, участвовавшая еще в Советско-финской войне Войну она встретила в районе Сартовала на Корейском перешейке Отступила к Ладожскому озеру С октября 1941 года она оказалась на Невском пятачке И скорее всего Баскаков был награжден медалью за участие в боях на Невском пятачке Я напомню, что это была первая попытка прорыва блокады Когда казалось в сентябре 1941 года, что Ленинград неминуемо погибнет Если блокада не будет прорвана в самое ближайшее время Поэтому задача была поставлена любой ценой блокаду прорвать Сейчас из немецких документов явствует, что временами у немцев было отчаянное положение И возможно, что если бы у Краснарной была лишняя дивизия, скажем И ее можно было бы бросить на Невский пятачок Возможно, что блокада была бы прорвана уже в 1941 году И мы бы спасли таким образом 750 тысяч мирных жителей, которые погибли от голода Дивизия, в которой служил Баскаков, участвовала и в снятии блокады Ленинграда И в конце концов закончила войну, блокируя Курлянский котел немцев Такая была чисто ленинградская дивизия, которая прошла всю войну только на Ленинградском фронте Это его единственная награда, видимо, за время Великой Отечественной войны Медаль за боевые заслуги Но поскольку она была в 1941 году получена, то ее ценность повышается Потому что заслужить в 1941 году такую медаль было многократно сложнее, чем в 1945 Когда на фоне побед стали щедрее гораздо награждать И наград стало больше Выписка из личного дела Северова Сергея Александровича Родился в 1924 году в городе Урицк Ленинградской области Образование 9 классов Беспартийный В рядах Красной Армии с 1943 года Воинское звание гвардии Ефрейтор Орден славы третьей степени Орден красной звезды Медали за боевые заслуги, за отвагу Вы представляете, за полтора года войны, которую застал Сергей Северов В должности санитара-носильщика, санитарной роты стрелкового Выборгского краснознаменного полка Он спас жизни сотням раненых бойцов Оказывая помощь и вытаскивая их с поля боя под огнем противника Вообще призывники блокадного Ленинграда 1942 года А их было более 30 тысяч Не обладали хорошей физической формой Были случаи, когда перед отправкой на самый относительно спокойный участок фронта Это на Карельском перешейке Новобранцы не могли без помощи залезть в кузов полуторки И только после нескольких месяцев нахождения на солдатском бойке Который в принципе-то был не лучше, чем у жителей Ленинграда Они могли участвовать в боях Возможно, именно при восстановлении физической формы новобранца Северова Его заметил инструктор по физподготовке Владимир Понугай Но это лишь версия В марте 1944 года он в составе 90-й стрелковой дивизии Такая старая ленинградская дивизия, прошедшая все войны на Ленинградском фронте Участвует в боях с немцами по завершению снятия блокады И выносит 17 раненых с поля боя За это он награжден медалью за боевые заслуги Но дальше, в июне 1944 года в составе той же дивизии Он принимает участие в прорыве финской обороны на Карельском перешейке Выносит 16 раненых и награждается медалью за отвагу В сентябре 1944 года он участвует в боях в Эстонии И выносит 20 раненых с поля боя И был награжден уже Орденом Славы Третьей степени В январе 1945 года, когда дивизия оказалась в составе Белорусского фронта Он спасает в двух боевых эпизодах 58 раненых И получает Орден Красной Звезды Получается, что участник первого состава хоккейной команды СКА Только по наградным листам спас 111 человек А сколько было спасенных жизней, не вошедших представления к наградам И очень много погибло наших санитарных инструкторов Очень много на поле боя погибло Потому что они защищали, своим телом защищали Вместе также попадали под пули Выписка из личного дела Михаил Луций Николай Николаевич Родился 10 июля 1921 года в Ленинграде Образование 10 классов Беспартийный В 1941 году закончил Ленинградское училище Инструментальной разведки зенитной артиллерии имени Барана Воинское звание старший лейтенант Он встретил войну курсантом военного училища Ленинградское училище инженеров зенитной артиллерии Располагалось на Петроградской стороне Кстати, в здании, где до революции размещалось Главное интендантское управление императорской армии И он в сентябре 1941 года тяжело заболел На одном из занятий Николай Михайлуцца получил травму ноги И до декабря 1941 года находился на излечении в госпитале После выписки был отправлен в запас Когда читаешь строки из личного дела Попадаются очень интересные характеристики На героев нашего фильма Выписка из характеристики Михайлуцца Николая Николаевича Физически развит отлично Владеет всеми видами спорта Стреляет из винтовки и револьвера отлично Пользуется заслуженным авторитетом у курсантов и офицеров В октябре 1945 года Николай Михайлуцца возвращается в Ленинград В качестве преподавателя физкультуры На курсы усовершенствования офицерского состава Вот тут и начинается историческое знакомство Николая Михайлуццы С канадским хоккеем Где ему суждено было войти в состав первой команды ленинградских армейцев Выписка из личного дела Солдатенкова Василия Александровича Родился 21 ноября 1921 года в городе Ленинграде Член ВЛКСМ 16 ноября 1939 года призван в ряды Красной Армии Петроградским райвоенкоматом Участвовал в операции на Днепре В боях за оборону Сталинграда Имеет награды за взятие Берлина Он начинал войну бойцом И к 1943 году дошел до старшины Отличился при форсировании Днепра Солдатенков был снайпером Он, будучи бойцом 254-й стрелковой дивизии И она имела достаточно профессиональный личный состав Она единственная из негвардейских дивизий Была награждена пятью ординант И он при форсировании Днепра В сентябре 1943 года Как написано в наградном листе Снял 18 немецких кукушек В общем понятно, что основные потери Наносила артиллерия и авиация А не пехота своим огнем И для пехотинца Результат поразить до 18 вражеских солдат Это запредельно высокий результат Просто в массовом сознании живут образы снайперов Которые поразили там 100, 200, 300 Это вообще единичные люди Но вот снайперов второго эшелона было побольше И Солдатенков такой типичный, крепкий снайпер второго эшелона Там не герой Советского Союза Но человек, который внес очень весомый вклад в победу Василий Александрович Солдатенков Не только был одним из пионеров Канадского хоккея в Ленинграде Но и впоследствии стал тренером Вы не поверите Василий Александрович мой первый тренер В хоккейном клубе «Красная заря» Никогда бы не подумал Что у него такое славное военное прошлое Наше поколение имело возможность общаться с ветеранами И они, как правило, не рассказывали о военном времени Скорее всего, они берегли наши юные сердца От того, что пережили сами Они же были уверены, что в мире никогда не повторится этот кошмар Снайпер самой титулованной 254-й стрелковой дивизии Участник крупнейших военных баталий Герой войны на каждой тренировке был с нами С пацанами, жившими хоккеем Он точил нам коньки Он был нам, как отец родной Эх, если бы я знал Кто тогда стоит передо мной на коньках И со свистком в руке Спасибо вам, Василий Александрович За мое хоккейное детство И за ваш вклад в ленинградский хоккей Выписка из личного дела Туманова Константина Палыч Родился 6 марта 1911 года в деревне Новоселки Сусанинского района Ярославской области Образование 9 классов и школа тренеров по легкой атлетике Беспартийный 21 июля 1941 года Призван в ряды Красной армии Во время войны был преподавателем По рукопашному бою в военных училищах Если бы сейчас Спортивная пресса узнала о специальности Игрока, вышедшего на лед в составе Ленинградского дома офицеров То Константин Туманов был бы зачислен В отряд хоккейных тавгаев Преподаватель по рукопашному бою Боксу и фехтованию Офицер, всю жизнь отдавший обучению Кадрово-офицерского состава Красной армии Искусству боя Несомненно, имел бы все шансы попасть в хоккейную команду Как он вышел с клюшкой на лед Мы точно не знаем Остается предположить, что он был близко знаком С Владимиром Гавриловичем Панугаевым Они оба были опытными преподавателями В военном институте физической культуры До 1944 года Константин Палыч преподавал в Москве Потом был переведен в Ленинград Значит, он был одним из первых Кто организовал работу в ВИВКО в городе Наневе За свою преподавательскую карьеру в Москве Константин Туманов награжден Орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги, Медалью за оборону Москвы После окончания первого чемпионата по хоккею с шайбой Константин Палыч до 1960 года преподавал в ВИВКО, а потом в институте Лесговта Правда, в хоккейных баталиях он замечен не был В архиве Министерства обороны мы нашли уникальный документ Тетрадь учета личного состава футбольной хоккейной команды Ленинградского дома офицеров Из всего списка игроков, вышедших на лед стадиона Динамо 22 декабря 1946 года В этом документе указаны только трое Значит, первый состав комплектовался по ходу Из тех военнослужащих, кто не состоял на учете в спортивном клубе дома офицеров 90% первой команды составляли спортсмены, знакомые с русским хоккеем Именно хоккей с мячом стал базой для формирования команды, которая в дальнейшем станет называться хоккейным клубом СКА Если вдруг кто-то из наших зрителей узнает из этого списка своего родственника или знакомого, напишите, пожалуйста, нам Мы очень хотим дополнить недостающую информацию Вот эти фамилии Петр Хабаров, Владимир Богданов, Валентин Васильев и Ваганов, имени которого мы не знаем 22 декабря 1946 года 14 человек вышли на лед стадиона Динамо, чтобы начать славную историю хоккейного клуба СКА Мы подробно рассказали вам об их подвигах во время Великой Отечественной войны Но кроме тех, чьи фамилии были в стартовом протоколе матча, оказались и те, без которого этот день не состоялся бы Давайте восстановим историческую справедливость и расскажем о руководителе спортивного клуба Ленинградского дома офицеров Выписка из личного дела из Сурина Александра Иосифовича Родился 10 августа 1916 года в Витебске Образование среднее Член ВКПБ с 1942 года С 1939 года в рядах Красной Армии С октября 1945 года начальник спортивного клуба Ленинградского ДО Он был связан с физкультурной деятельностью профессионально Потому что он сразу же становится инструктором физической подготовки в Доме Красной Армии Отдельно отмечается его наградном листе успехи его в подготовке инструкторов лыжного дела То есть он как какой-то опытный методист готовил инструкторов, которые уже обучали бойцу лыжному делу Вот он организовал, кроме того, сеть школ по подготовке инструкторов-гранатометчиков Истребителей немецких танков То есть вот это вот упражнение, которое в советское время было обязательным Уже после войны, когда молодой боец в окопе сидит, подъезжает в танк Он бросает гранату под гусеницу Потом танк проезжает на докоп Он бросает вторую гранату на моторный отсек Вот методика этого броска, она была очень сложной Потому что во время войны у нас противотанковая граната весила полтора-два килограмма Чтобы бросить эту гранату хотя бы на 20 метров, причем из окопа, то есть с уровня земли Причем попасть в гусеницу, попасть или на крышу моторного отсека Вот только тогда был шанс, и то не стопроцентный, что этот танк получит повреждения какие-то И этому нужно было учить И Сурин как раз занимался попыткой научить людей правильно учить других, как это делать История появления и развития хоккея-шайбы в нашей стране не так однозначно Оказывается, первый матч провели еще в Царской России, в Санкт-Петербурге В марте 1899 года Не понравилась игра ни болельщикам, ни спортсменам, развивать не стали И только через 47 лет было принято решение, что этот канадский хоккей – самый перспективный зимний вид спорта Даже ближайший соратник Сталина, маршал Ворошилов, посмотрел тренировку и сказал Эта игра очень подходит характеру русского человека Первый чемпионат страны для команды Ленинградского дома офицеров получился неудачным Проигрыш, ничья, техническое поражение за неявку Ну и последнее место в группе Следующий чемпионат команда пропустила Но вскоре Ленинград восхищался уже этими молниеносными атаками Скоростью, тактикой игры, которая называлась канадский хоккей Этот фильм о людях, которые впервые вышли на хоккейную площадку Защищая спортивную честь ленинградской армейской команды О хоккеистах, которые еще за полтора года до первого матча Сражрались на фронтах Великой Отечественной войны Проявляя при этом мужество и героизм Они сменили автоматы и винтовки на клюшки Чтобы стать настоящими героями первого льда От героев былых времен Не осталось порой имен Некто приняли трудный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был слой герой И глаза молодых солдат С фотографий гулящих глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok